Здравствуйте! Меня зовут Юля. Сегодня хочу показать коробочку Эльбокс, которая была собрана известным блогером Робина Гудина или Робина Гудина. Не знаю, как правило. Правильно, ее зовут Алена. Здесь есть такая карточка с ее фотографией и краткая аннотация тех продуктов, которые были выбраны для этой коробочки. Давайте сначала покажу те продукты, которые были известны заранее. Первый из них это туалетная вода Мави от Босс. Здесь такая миниатюра 7,4 мл. Она мне уже попадалась в коробочках. Уже знакомы я с этим продуктом. Мне этот аромат не нравится, поэтому я его кому-нибудь подарю. Но в целом продукт очень достойный. Я именно, наверное, из-за него решила заказать эту коробочку. Во всяком случае, более или менее. Это туалетная вода. Стоимость коробочки оправдывает. 50 мл стоит 5149 рублей. И второй продукт, который здесь был заявлен, это бальзам от Clorans. Здесь вот такой маленький пробничек. Я его не буду открывать, потому что стик этот очень хрупкий. Многие говорили, что он просто отламывается, если с ним неаккуратно обращаться. Стоит в полном объеме 1150 рублей за 3,5 грамма. Уже во многих коробочках он тоже попадался, но у меня лично его не было, потому что последние коробочки Эльбокс я не заказывала. И уже продукты-сюрпризы, которые здесь были. Это вот такой гель Аквасорус от Биотерм. Миниатюра 5 мл. Я его не пробовала. Выглядит в полном объеме он вот так. Стоит 2375 рублей за 50 мл. Я думаю, что я его использую. Неплохая миниатюрка. Следующее, что было в коробочке, это гель для душа от Веледа. Здесь миниатюра 20 мл. В полном объеме стоит 504 рубля за 200 мл. Я не знакома с гелями для душа от Веледа. Я пробовала у них зубную пасту, пробовала масла для тела. В принципе, всей продукции я осталась довольна. И думаю, что этот гель для душа я использую. И последний продукт, который был выбран Аленой для этой коробочки, это тени. Это рефил теней стойких от Rouge Bunny Rouge. Вот так они выглядят в упаковочке. 1680 рублей за 2,4 грамма. Здесь рефил серебристого цвета, номер 026. Оттенок называется Vivacious Maguire. К сожалению, для коробочки был выбран очень такой простой оттенок, серебристый, металлик, который, наверное, можно купить буквально в любой фирме в масс-маркете. Не могу сказать, что тени какие-то удивительные. Возможно, что они просто подсохли, они уже могут быть не очень свежими. Вообще, здесь написано, что эти тени сделаны с помощью силиконов, которые позволяют хорошо держаться теням на глазах, хорошо отдавать пигмент, быть вот такими кремовыми. Но, к сожалению, на ощупь они достаточно сухие. Не знаю, как будут наноситься на глаза, потому что даже на руку сводч передается не очень ярко. Но, в принципе, они практически не пылят, держатся неплохо. Я, к сожалению, не люблю просто серебристый цвет носить в макияже, но попробую. Жаль, конечно, что не положили какой-то другой оттенок. У них гамма очень интересная. Расстроил еще тот факт, что здесь был вот такой конверт с промо-кодом на скидку 15%, который действовал до 30 ноября. Какой смысл было вообще его вкладывать в эту коробочку? И вот такой буклет с продукцией, с подробным описанием, который можно купить на сайте Ружбани Руж. И два последних продукта, которые были в качестве бонуса добавлены в эту коробочку, это знаменитая паста и ополаскиватель для рта от Президент. Даже уже нет смысла говорить о том, что зачем вкладывать в бьюти-коробочку подобные вещи. На мой взгляд, эта коробочка была собрана не из каких-то уникальных и интересных продуктов, а из каких-то остатков, которые залежались на складе. И в принципе все эти продукты уже где-то мелькали в коробочках не по одному разу. И если честно, впечатление достаточно печальное у меня от этой коробочки. Больше Эльбокс мне заказывать не хочется. И я, наверное, просто-напросто отпишусь от их имейл-рассылки. И больше экспериментировать с этими коробочками не буду. Хотя здесь недавно была заявлена коробочка от Блаж Суприм Людмилы. Там уже должны быть полноразмерные продукты масс-маркета. Но меня она не заинтересовала. Сервис Эльбокс, на мой взгляд, просто исчерпал свои возможности. И больше я заказывать эти коробочки не буду. Во всяком случае, до тех пор, пока они не изменят какую-то свою концепцию. И не пересмотрят наполнение своих коробочек. На этом мой обзор закончен. Большое спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова